Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает девушка, говорит о том, что рассталась с молодым человеком 4 месяца назад из-за несвпадения их ценностей. Как она пишет, мне он сказал, что у нее хочется иметь детей, и охладила резко, буквально до нескольких дней. Причем, значит, это начало происходить за неделю до очень важных событий в моей жизни в выпускниках дам экзаменов в институте. Не видя же охладенного равнодушия и неуважения с его стороны, я принимаю решение о расставании. Дальше через неделю выясняется, что он уже начал себе новую спутницу жизни, во многих схожих в возглядах. Общались спустя полтора месяца после расставания, у него были проблемы со здоровьем, решила поддержать. У меня рассказал, что встречается с другой, познакомился через день после того, как съехал в нашу квартиру. Однако я заметила недвусмысленные истории у него в инстаграм, до того, как он съехал от меня, буквально через неделю после того, как мы расставили. Но еще жил около месяца со мной, так как областил квартиру за этот месяц. Посоветуйте, пожалуйста, как предстоит следить за ним и его девушке в соцсетях и забыть его заранее. Спасибо. Ну что же, здесь, на мой взгляд, в самом тексте вопроса содержатся некоторые интересные, на мой взгляд. Ну, хочется верить. А, интересные. Моменты, вот, поэтому я в данном случае сейчас предлагаю перечитать текст, вот, благо он не очень большой, вот, и постараться отметить важные моменты, которые, надеюсь, послужат толчком для дальнейшей психотерапевтической работы. Итак. Расстал с молодым человеком из-за несовпадения ценностей. Кто с кем расстался? Вы или он? А, чьи ценности не, как бы, не совпали с ценностями другого? То есть, вы не приняли, что он не хочет иметь детей? Или он, там, что-то не принял у вас? Как это вообще происходило? Дальше. Дальше. Сказал, что не хочет иметь детей. А, для вас это важно. А, дети, конечно, важны. Но, с учетом того, что вы говорите про выпускные экзамены в институте, я полагаю, что на данном этапе вашей жизни важнее не дети, а, скорее, ваша реализация и достижение в своей жизни определенного статуса, определенного места. После чего уже можно будет говорить о детях. Для чего такая спешка сейчас относительно детей, ну, как-то вот не совсем понятна. И вы можете сказать, ну, я, например, сразу после окончания института хотела забеременеть, допустим, да, и родить, пока я молодая, например. Так вот, история здесь такова, что, если вы хотите гармоничную семью, гармоничную, ну, взаимодействовать со своим ребенком, то вам необходимо сначала кем-то стать. Чтобы чувствовать себя уверен, чтобы не проектировать на ребенка что-то свое, чтобы не уходить в профлексию, когда я делаю для себя то, что хочу сделать для себя. Но очень важно, чтобы кем-то стать. Поэтому здесь, как на мой взгляд, есть некоторая спешка, а точнее наложение потребностей, то есть потребностей. Продолжение рода это одно, но есть еще потребность в иерархии. И вот то, что вы сдаете экзамены, и, я надеюсь, идете дальше работать по специальности, это как раз реализация потребностей в иерархии. Так, у вас в данном случае происходит перемешивание этих потребностей. Дальше, начало это происходить две недели до очень важных событий в своей жизни, выпускные экзамены в институте. Ну, если я правильно вас понял, то расстались вы с молодым человеком, а не он с вами, поправьте меня, если я ошибаюсь. Поэтому это, в данном случае, был ваш выбор. Ага, не выдержав холодного равнодушия и неуважения с его стороны, приняла решение Арсан. Вот видите, да, как здесь у вас происходит перекладывание ответственности. Не выдержав холодного равнодушия и неуважения, говорите вы, обвиняя явно его в плохом отношении к себе. А не важно ли это ожидание здесь, завышенное от человека? Не могу не задать вам этот вопрос. А может быть молодой человек как бы не мог поддерживать вас? В чем проявилось или проявлялось неуважение к вам, то не хотелось бы знать. Вот, потому что, ну, это довольно, довольно важный момент. Потому что как-то вот неуважение к вам я здесь не увидел. И холодного равнодушия к чему? Тоже вот, пожалуйста, постарайтесь конкретизировать. Это важно. То есть в купе с тем, что вы хотите, что для вас возьми дети сейчас, на данном этапе. Я повторюсь, это не значит, что дети не должны быть важны вообще. В купе с тем, что вот для вас на данном этапе важно желание молодого человека иметь детей. Хотя он может быть еще не стал на ноги и вообще не знает как бы от чего хочет, вот, в каком, ну, направлении двигаться и так далее, вот. С учетом этого и с учетом того, что вы ждете от молодого человека какого-то поведения, да, не выдерживаете холодного равнодушия, вот. Я думаю, что у вас есть определенные проблемы с тем, чтобы доверять себе и чтобы полагаться на себя в отношениях. Это может свидетельствовать о том, что у вас есть или могут быть трудности, связанные с доверием себе принятия себя. Очень важно этот аспект зафиксировать. Если такая проблема существует, вот, то лучше, конечно, начать именно с этого. Это же может быть и причиной того, почему вы следите за человеком. То есть, когда люди следят за другими, когда им неинтересна собственная жизнь. Если вам неинтересна ваша жизнь, то вот вы будете следить за жизнью другого человека. Ну и мне кажется, что расстались вы со своим молодым человеком не потому что хотели расстаться, а из-за обиды. Возможно, ожидая, что он изменится. Возможно, ожидая, что таким образом вы его к себе привлечете. Через неделю выясняется, что он нашел себе с новой спутницей жизни во многом схожий возгляды. И что? Общались спустя полтора месяца после расставания. Зачем? У него были проблемы с сценарием, но решила поддержать. Зачем? Он мне рассказал, что встречается с девушкой, познакомился через день после того, как съехал в наши квартиры. Я, однако, заметил ненувоспательную сторону в Интеграм, до того, как он съехал от меня. Буквально через неделю после того, как меня осталось. Ну, так как он жил еще какое-то время в квартиру. Это нормально, потому что проблематика в отношениях не является чем-то перманентным. Проблематика в отношениях, как правило, нарастает. То есть это вот важно понимать. Это именно нарастающий спутник. И то, что молодой человек мог общаться с кем-то. Хотя вы еще, ну, формально не расстали. Ну, это может быть способом, как бы, просто для молодого человека, отреагировать на проблему. Другой вопрос, что это может задевать вас. Да, это уже другая история. Если вас это задевает, то очень важно, как. Так. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, как перестать следить за ним и его девочка-систяк, и забыть его заранее. Спасибо. Удивительно, что вы по ходу своего текста не пишете о том, что не можете его забыть и о том, что следите за ним постоянно. Вы это пишете только в конце. То есть я хочу сказать, что проблему, которую видите вы, вы достаточно резко обнаруживаете у себя. Хочется подробнее вас об этом спросить. Вы его не можете забыть, как это происходит. Вы следите за ним в соцсетях. Как это происходит? Вы надеетесь на что-то, вопреки тому, что у вас разные ценности? Как это происходит? Мне кажется, следит вопрос про болезненное слияние со своим партнером. Повторюсь. Я бы рекомендовал вам еще обратить внимание на экзамены, которые вы или сдали, или... Да, которые вы уже сдали. А значение для вас экзаменов? Какое? Какое? Обучение в институте? Вам вообще? Ваша жизнь? Насколько интересно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!